давайте рассмотрим такой момент в режиме как магия магия это силу нашей мысли это интеллект вот предлагается решить две задачки из ничего такого особенного нет это простые значит шестерка пик у нас 7 10 если от 11 пунктов и от пятерки пик смело открываем наш паркнер говорит 2 3 это очень хорошо мы свою карту удлиняем на одну как мы же показали пятерку 6 но берем добиваем до 4 пик до гима очень прекрасно и осталось этот контракт реализовать значит рассмотрим на этот контракт у нас значит что видим у нас одна отдача губновая одна отдача червова 9 и полка оппонентах всего 4 5 если она легла ровно то мы тут король просто выказали все дело будет шляпе вот с этого момента начинается вот эта задача потому что смотрим дальше что берем королем берем королем естественно идем к чужу убиваем 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 трефу и выходим так как мы помним что для реализации контракта козернову нам нужно выказать оппонентов почти всегда сразу начинаем выказать и вот тут бабах беда беда потому что козыри оппонентов лежат 0 4 4 0 то есть у нас 9 козырей 3 6 0 4 и причем эти четыре карты это дама полет 10 и 9 это фигурный ряд они будут последовательно друг на другом ну для простоты перейдем просто на показ всех так вот они лежат красавцы что теперь мы видим что у нас есть дубловая отдача из червовой отдачи и две позорные отдачи мы никак не сможем возьмем только одно начать 4 4 отдачи наш контракт под угрозу так как мы играем 4 в мажоре это 10 взяток мы можем отдать только три оппонента у них же 4 что делать что делать давайте и вот с этого момента значит мы включаем нашу магию включаем нашу магию это силу мыслей силу духа и начинаем шаманить ю 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 что мы на шамане давайте посмотрим значит итак значит непреодолимая проблема стоит 4 отдачи если мы отдаем 4 отдачи мы садимся без одной наш контракт полетел за вторая мы получили значит отрицательную запись что делаем ну вот ходим девяткой десятки и этом кузовом не бьет уже на игру никакого значения не имеет он может пропустить вот мы опять продолжим бубну ну в данном случае значит смотрим как будет здесь бьет уже отлично и вышел валетов червей тоже вполне законная законный ход потому что ему нужно выбить нашего туза у нас червы лежит 22 с тем чтобы добрать взятку на свою даму червей нелогично мы добиваем тузом убиваем тузом что нам делать боремся убиваем еще треху безопасно давайте берем короля берем даму и валетом бубен королю бубен значит мы сейчас отдали только одну взятку на туза бубен у нас еще значит две взятки якобы будет потерян в козырях и червовой вот она висит червовой наша дача и логично но у нас волшебный ход и мы ходим 7 петрик вот теперь давайте рассмотрим варианты здесь все уже подготовлено я специально трехкарочной концовки все уже подбил все играем по теории вот и ход семерка треф ставит веста на вынуждение что делать ему если он ставит даму пиковую или валет как убивает позже мы сносим свою потерю мы сносим черву это это черва уносится учебу что невыгодно просто если он на семерку 3 сносит семерку бубен мы убиваем козырем не приходим мы знаем что все козырь лежат у гостову запада козыри вообще нет и на этом вынуждении вот на этом наверное на это приеме наша магия срабатывает смотрим семерка пиф 7 петель значит не дает козыри значит он не дает козыря мы набиваем сами мелким козыри и это уже наша десятая взятка оставшиеся взятки заберет вас как почему не пошли у него два старших козыри заигрываю well done нас поздравляют мы выиграли этот контракт который вообще просто был нереализуемый контракт в этом силы магии заключается давайте вторую раздачу рассмотрим она тоже очень интересная и тоже наша тема торгуем значит у нас здесь открытие считаем пункта 6 7 и 6 13 вот открытие вот такое это партнер говорит одна пика значит здесь уже поиск идет это в мажоре 4 4 вот это не значит что у него пятерка потому что он уже после меня на втором на после моего сквозь уже открывается вот вот четверку пик он уже обещает обещает он человеку пик мы нашли фит 4 4 мы его поддерживаем две пики прекрасно опять гейм в бажоре мы играем вот и видим вот такую фишку значит смотрим контракт первоначально ну что вполне жизнеспособный контракт у нас три трефовые отдачи у нас нет фигур не лонеров значит трефов десяток валетов там королей тусов у нас нет то есть оппоненты сейчас могут собрать только три трефа сразу ничего не делать не плохо а также неплохо козыри у нас все старшие черва старшая бубна все старшие вот начинаем играть его принимаем опять же вспоминаем о том что мы играем козыриные контракты чтобы не было убиток помимо оппонента взяток помимо как и крепко уж они могут какой-то мастер не тенге лет или ренонс не могут надбить на первом на втором круге просто надбить нашу масть так как у них мы считаем что у нас 8 козырей у них 5 как она лежит это и поможет 2 3 4 1 5 0 и так далее значит мы просто разведываем что мы имеем и вот опять несчастье бабах значит пика лежит 5 0 5 пик лежит у вас к запада запада значит вообще 0 поигрываем ну для простоты просто открываем все карты вот они все четыре карты то есть фактически теперь что выясняется наш контракт вообще неразумно потому что у нас три треховая отдача сверху прям и еще козырь которым же четвертым четвертым же козырь метре вы четвертый козырь это еще значит на четвертая отдача мы беремся в день подробно и опять же козырь у херстон если у нас проблема херстон 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 у кого проблема вот значит что делать и отключаем наши наши тайные тайные знания и пытаемся этот контракт реализовать это опять задача, нажимаете на стол пробуйте ее решить значит здесь есть выход, есть решение как нам, Норд-Юрдам я вот юг юг и север взять 10 взяток значит показываю решение показываю решение ну, козырять естественно бессмысленно потому что уже мы разведку провели козы лежат именно вот так вот играем вот так играем черву у нас бубна 2-2 в бубне никаких проблем у нас нет в 3-е 3 отдачи единственное, что у нас выключила проблема, это значит еще одна как одна отдача вот, и смотрите вот здесь в чем шедевральность в чем здесь в чем здесь магия заключается магия мысли мы люди не жадные мы берем и вот на эту даму червей выбрасываем даму ли короля ну кого хотим давать короля выбрать берем его и выбрасываем и выбираем бубну забираем бубну переходим по козыре у нас три перехода есть три перехода есть на стол на карту стола переходим по козыре и еще убиваем бубну вот ходим сейчас семерка бубен что делать весту значит если он если он надбивает козырем мы надбиваем десятки пятерка там что он даст вот если он не надбивает козырем скажем выносит трех то мы сами надбиваем козырем потому что десятка бубенов будет старше вот то есть он опять находится на возрождении у него нет нормального ответа значит смотрим вот он надбивает четверкой надбиваем пятеркой ну что это достаточно мы знаем что у запада нет козыри вообще но здесь не важно можем отбить десятки но будет момент когда вот этот счет вам пригодится вот надбиваем и опять же по козырю добираем козыри и что получилось мы еще ни одной отдачи не отдали мы взяли уже 10 взятых уже разошло опять магическое вот это действие наше силы мысли и мы уже победили теперь мы эти три фокусы скармливаем оппонентом вот на туда короля полета и побеждаем мы берем неревизуемый контракт в котором 4 было отдача вы помните было 4 отдачи этот контракт просто совершенно неревизуем но наша сила мысли все подверждает вот смотрите эту назначенную открытых картах ну все всем удачи спасибо 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 спасибо